В его жизни всё складывалось неплохо. После школы окончил шофёрские курсы, а служил в поган войсках, выучился на агронома. Учёмец Фёдор Миляков, успешно трудился в колхозе именно 20-го партсъезда, добился высокой урожайности, получал премии из Москвы, стал управляющим первого отделения. И вдруг цепь раковых случайностей. В парторх поставил своего сына агроном. И урожайность 17 центров вместо 38. Первая дочь у меня в школу пошла. Председатель колхоза отпустил меня на три дня в Новосибирскому. Форму купил. Приехал, носился на борту тракторист, задавил тракториста. И я оказался виноват. Меня из партии хотели выгнать. В общем, строгий выговор с занесением в личное дело. А ещё через сутки Скотник в колхозе совершил убийство с поджогом. И всё. Пришлось Фёдору Милякову искать себе другое место работы. Пока суд доделал знакомый участковый из Легостаева позвал его в милицию. Так в 30 лет пришлось всё начинать с нуля. Снова отучился. Три года поработал в Легостаеве. А затем нашлось постоянное место в Верхкоюне, где ему с семьёй сразу дали жильё. И начались милицейские будни. Заводил гурнал. Все переписаны были. Я из дома в дом проходил всех. И я всех знал, кто чем дышит. На своём участке он знал всех поимённо. И взрослых, и детей, и даже каждую собаку. А зона ответственности у него была немаленькая. Сельсоветы Верхкоюнский, Ущомский и Морозовский. Со всеми пионерскими лагерями на территории. Дома его почти не видели. А ведь у него семья. Подрастали три дочери. И большое хозяйство. Коровы, овцы, свиньи, утки. Тянула я дом, работу, хозяйство. Всё было на мне. Всё было вообще. И слёзы были, и обида была. Но всё равно он старался где-то поддерживать. Не меня. Федор Меляков стал хорошим участковым. Для него не было пустяковых краж. Милиционер твёрдо знал. Вороство начинается с мелочёвки. Проглядишь, потом украдут по-крупному. Спуску не давал никому. Его боялись даже мотоциклисты и уважали все жители. Доверенные лица были. Особенно бабушки любили меня. Я разговаривал с ними. Их ужачал всегда конфетами. Подойду, поговорю. Они всё расскажут. То и что, и как. Мне лет восемь была стопроцентная раскрываемость. Я находил и утята, и гусята, и всё на свете. То, что жалобы, заявления. Ну, жалко бабку. Курицу, как так? И снова пошли награды, признания коллег и начальства. Работать бы и работать, но вновь роковое обстоятельство. За три года до пенсии его сбила машина. Сургоновый пацан угнал, взяла три пятёрки. Мне позвонили, сказали задержать. Два дружинника со мной было. Опорный пункт как раз на дороге был. Я вышел, он вроде бы притормазывать. Я к нему, по газу и оплодигру. Меня ударило, я метров пять улетел. Тяжёлая травма, серьёзная операция. Служба для Фёдора Меликова закончилась. С тех пор он уже 20 лет как на пенсии. Ни с год до его не сломили. Вместе со своей супругой вырастили трёх дочерей, подросли внуки. Осталась привычка к труду. Поэтому Меликова держит небольшое хозяйство, ухаживает за огородом. Бывшему участковому пошёл восьмой десяток. Но односельчане по-прежнему идут к нему за помощью. Часто заглядывает и местный участковый, советуется. Свой секрет профессионального мастерства Фёдор Егорович не скрывает. Просто работать нужно на совесть. Тогда и порядок будет во всём.